Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Марш по отрымку Азота целком провалился, подробя с ней у нашего корреспондента. Мандровки по выходных губляют свою скерованность, а тому и массовость. Больше затоя в минулые выходные многие гродницы наведали могилки. В планы большинства сделать субботний маршрут от автовокзала до Азота – это не уходило. В субботу около 150 человек собрались в районе гродинского автовокзала, чтобы поддержать якобы бастующих работников Гродно-Азота. Стихийная акция была рассредоточена сотрудниками органов внутренних дел, не успев начаться. Задержаны несколько десятков человек. В отношении них начат административный процесс. Расписанная телеграм-каналами акция сдулась, как поветранный шарик. Створилось уражение, что подея потребовалась столичным режиссерам, однако постановку никто не заразумел. Стоит отметить, что среди участников марша был всего один сотрудник Гродно-Азот. Большинство участников несанкционированного мероприятия приезжие граждане, которые неоднократно принимали участие в подобных акциях в Минске и других городах Беларуси. Сирот приехавших в Фрэйка в Гродне отзначилась и нейка Инна Зайцева, которая не снимает свою сукенку вось уже три месяца. И она проехалась гастролями по некольких городах краины и вось черговый подъем в Гродне. Как ваше настроение, скажите? У меня всегда позитивное настроение. Что у вас, скажите, за такой прикидный кит? Куда вы собрались, скажите? Это мое платье. Это ваше платье, да? Сами его шили? Нет, я в нем выходила замуж. Замуж, да. А в Гродно что делаете, скажите, пожалуйста? Уъехала поддержать постующих в Гродно-Азот. Со своей задачей хайпануть и додать публичности у ПЭУ на Масеродзе Инна справилась. Хотя ее еще довелось подлумашить правоохолцам некоторые нюансы и протягнуть подороже по Гродне. Свой гешефт иная шел бачить у адрозене от Гродзенки Карины Малиновской, якую небыто сбили у милиции и она стратила дитя. Аля на самом реч, никто ее не бил и сама женщина у гэтым признается. Много чего есть неправда там. То, что мне там под дых ударили, это неправда тоже. Меня под дых никто не бил. Теперь Гродзенка позирует с редактором польского экстремистского сайта и отрымая салоду от жития в Польше, спыняющий свою сквапность до такой колькости грошей. Вы бы знали, как меня душит жаба отдавать все это за месяц жилье. Глядя по усим, Карина поспела трапить у опошний вагон. Польша не прямая, тому у неделю марши взялись до нешматликих прогулок. В воскресенье небольшие группы из 20-30 людей разрозненно прогуливались по улице Советской в городе Гродно, периодически выкрикивая лозунги. Несколько человек были доставлены в РОВД и после профилактической беседы были отпущены. Встречные огучные лозунги примушал глядеть в небо и летающий квадрокоптер с певной символикой. И он хоть и пригожий летал, однако с таким грузом опынулся не до места в чистом гродзенком небе. Цель вот этого расскажите, пожалуйста. В отношении мужчины, который управлял аппаратом, составлены административные протоколы за нарушение правил пикетирования. Теперь пилоту доведется отказать за свои летные навыки. В его дочинении складены администрационные протоколы. У Вороновском районе девчонка отрутилась чадным газом. Как поведомили ОМНС, сдарение отбилось и у везцы Осиповцы. Тут, в приватном доме, где ночевала одна 14-годовая девчонка, была заучасно зачинена засланка камины печи. Подлеток надыхался продуктами горения и был шпитализованный. Еще одной шпитализацией на этот раз с запеками ноги и рук, у сего 20% тела, скончилось в огненное здарение у агроградку Свислыч Гродзенского района. Как стало вядомо, 35-годовый мясцовый жахар займался господарчими справами на подворку. В планах было растопить кормозапарник, упал метры от якого стояла пластиковая емистость с бензином. Отбилось у згорания паром, мужчина почал ногами топтать огонь, але згорелся оденне. Потерпел и самостоянно потушил на себе полами, сбиваючи его руками и выкликал худкую допомогу. Причиной надзвычайных здарений названо порушение правилов заховывания легкой на згорание ваткости. Постане на 2 листопада в Беларуси вылечилось и выписано 87 400 пациентов, у которых ранее был подтвержен диагноз COVID-19. По информации телеграм-канала Министерства Аховы Здоровья, в республике зарегистровано 100 400 человек с остановшим тестом на коронавирус. Проведено 2 млн 537 798 тестов. За весь период распоусюживания инфекции на территории Беларуси померло 989 пациентов с шерохом хроничных захворываний с выявленной коронавирусной инфекцией. У про него не региструется значное повеличение выпадков захворывания на коронавирус. Рост COVID-19 на данном этапе отзначают специалисты намного выше и у поравнаний с первой хвалей захворывания. В этой совете во всех установах Аховы Здоровья региона принимаются необходимые меры по профилактице коронавируса и усмотрение медицинской базы по оказанию допомоги захворелым. У их лику, например, перепрофилирование медустанова и повеличение ложкового фонда под возрастающую колькость пациентов с COVID-19. Подробнее, как сегодня работает система Аховы Здоровья в области у рубрицы «Комментары дня». В настоящее время система здравоохранения и в целом, наверное, все население нашей области, республики, оно испытывает определенные трудности и определенные испытания проходим мы все в связи с тем, что, конечно же, с начала года у нас появилось, как и во всем мире, это идет коронавирусная инфекция. В настоящий момент необходимо говорить о том, что у нас идет рост, вторая волна подъема коронавирусной инфекции опять. И, к сожалению, происходит рост уже выше, чем то, что мы наблюдали в первый пик подъема. В данный момент и в данной ситуации, конечно же, здесь нужна консолидация наших усилий, потому что не только в данной ситуации все будет зависеть от здравоохранения. Очень будет много зависеть от обоюдного движения в одном направлении, как наших людей, так и помощи со стороны здравоохранения. В принципе, конечно, когда началась коронавирусная инфекция, эта инфекция была новая, мало была известная, она была мало известная во всем мире, и поэтому, конечно же, какие-то нарабатывались пути решения каких-то проблем, нарабатывались диагностика, нарабатывались возможности лечения заболеваний. Но в настоящий момент уже мы имеем опыт, и это хорошо. Мы можем говорить, можем проанализировать какие-то моменты, может, которые были сделаны не совсем правильно, потому что рекомендации, приказы, все это изменяется. Все это изменяется в зависимости от наработки опыта. И уже на сегодняшний момент, конечно же, есть определенный опыт. Государство делает огромную роль, играет в данной ситуации, потому что, в первую очередь, наши жители все получают бесплатное лечение. У нас очень на строгом контроле и состоит состояние обеспеченности коечным фондом, обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких, аппаратами кислородом, то, как лечатся наши люди. Конечно же, очень на строгом контроле и правительства, и президента стоят вопросы в том числе обеспеченности и средствами индивидуальной защиты, и лекарственными средствами. В нашей области развернуто 30% коечного фонда, сейчас отдано под коронавирусную инфекцию. Мы готовы дальше, не только сейчас, развернув эти койки, остановиться. Нет, если мы будем видеть, что нам необходимо, будут перепрофилироваться еще больницы и будут разворачиваться койки. На сегодняшний день у нас в достаточном количестве в больницах обеспечения кислородными точками, аппаратов искусственной вентиляции легких, в отделениях реанимации готовы койки для оказания помощи и оказывается помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Сейчас у нас достаточный запас средств индивидуальной защиты, и мы говорим не только о том, что они сегодня есть, мы контролируем в том числе и средства индивидуальной защиты, запас средств, чтобы они были месячный запас. То есть все это есть, имеются запасы в каждом учреждении. Если какие-то вопросы возникают, то мы тут же решаем их по ситуации, и все ветви, все организации поддерживают и помогают нам в этом. В связи с тем, что у нас идет рост, вероятнее всего, одной какой-то долей в этом есть и то, что мы перестали соблюдать меры предосторожности. То, что было весной, когда мы видели, что заходя в магазин, люди действительно стояли на расстоянии, они не подходили близко друг к другу. В основном все были в масках, при этом старались, приходя в магазин, было видно, что в магазинах нет практически людей, то есть мы берегли себя, мы понимали, за лето все это ушло, и мы почему-то перестали этого бояться. И я призываю всех, сейчас эти меры в ближайшее время, возможно, выйдут и санитарно-гигиенические, нормы новые. Мы говорим о том, что при входе в магазин стоит вопрос о том, чтобы даже не пускали людей без маски в магазин и не обслуживали их на кассах. Стоит вопрос о том, чтобы в транспорте были все в обязательном порядке, в масках. Стоит вопрос о том, чтобы и рекомендуем мы поберечь наших пожилых людей. И самим пожилым людям необходимо поберечься в первую очередь, потому что это очень важно, когда человек сам должен в первую очередь позаботиться и понимать, что он делает. Беречь себя это в первую очередь. Если мы раньше шли к тому, что впереди у нас было лето, и мы надеялись, а летом всегда все инфекции уходят, то на сегодняшний момент у нас впереди глубокая осень, зима, и, конечно же, потом весенние, вот эти все подъемы, они еще у нас впереди. Поэтому здесь, конечно, очень должны совместно здравоохранение быть совместно в одном направлении идти с людьми. Конечно же, может быть какие-то моменты в здравоохранении, более четкой работы мы дальше будем отрабатывать. Этой работой сейчас стоит вопрос о более четкой работе поликлиник, конечно, вот как я вижу, что необходимо все-таки на уровне поликлинического звена отработать четкие алгоритмы, что мы делаем. Они отработаны, но еще раз пора говорить, что делает медицинский работник. Когда пришел человек с температурой, чтобы этот человек не ходил по поликлинике, а сразу же было ему минимизировать его где-то движение по поликлинике, по городу, если есть какие-то вопросы. Конечно, эти вопросы мы будем отрабатывать, мы о них знаем, мы понимаем, и все эти моменты, они держатся у нас на контроле. Я думаю, что в ближайшее время мы как бы, как эта система работала, но и сейчас мы ее дальше будем совершенствовать в плане организации и контроле медицинской помощи. Если говорить про тяжесть каких-то состояний, то, конечно, тяжелое состояние есть у людей, справляется медицина, и в данной ситуации, конечно, это хорошо, что мы имеем и дорогостоящие препараты, и препараты, которыми лечат в мире. Есть препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекцией, один флакон лекарства такого стоит 1800 рублей. И мы при необходимости, всем, кому необходимо, эти препараты вводятся. Мы делаем все необходимое для того, чтобы каждый человек у нас выжил. Сегодня мы много внимания уделяем коронавирусной инфекцией, но мы же не должны забывать и про все остальные заболевания. Про все остальные заболевания, которые сегодня есть и которые стоят на первом месте, это и заболевания сердечно-сосудистой системы, это и онкологические заболевания. Поэтому мне хотелось бы тоже сказать, что если мы видим или человек чувствует, что у него что-то не в порядке в организме, то необходимо обратиться за медицинской помощью. Не взирая на то, что сейчас внимание какое-то больше уделилось этой коронавирусной инфекции, но всему мы должны уделять внимание, уделять внимание остальным заболеваниям. И мы это делаем. У нас часть больниц перепрофилирована под коронавирусную инфекцию, но в обязательном порядке есть койки, они работают и выполняются, и экстренные операции, и плановые операции сразу же, как только стала была возможность, выполняются, и в настоящий момент они выполняются. Конечно, сейчас уже поменялись, и мы, ну, правильный подход. Для того, чтобы лечь на плановую операцию, сначала надо пройти обследование, для того, чтобы не прийти в стационар зараженным. Но, в принципе, все это, весь этот механизм, он работает. И люди получают помощь, получают помощь как с коронавирусной инфекцией, так и со всеми остальными заболеваниями. Конечно, здесь очень серьезную нагрузку легла сейчас на медицинский персонал. И я считаю, что у нас в Груднинской области профессионалы высшего класса работают. Это люди самоотверженные, потому что придя в медицину, даже поработать в костюме, походить и посмотреть больных, это очень сложно и очень тяжело. Но у нас хорошие врачи, хорошие средние медицинские работники, младший медицинский персонал. Это люди, которые самоотверженно работают и делают все возможное для спасения жизни человека. Иногда даже, наверное, жертвуя своем здоровьем в какой-то степени, не думая о себя. Хотя при этом тоже надо и медицинским работникам, мы тоже призываем к тому, чтобы они помнили в том числе о собственном здоровье и защищали себя и средствами индивидуальной защиты, ну и всеми остальными методами, которые им доступны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Гродинщине, как и по всей Украине, началась подрухтовка до уси Белорусского народного схода. Представничий форум, который пройдет на начале будущего года, должен стать плясовкой для диалога по выпрацовке стратегии развития краины на будущие пять годов. На широкое обмеркование выносится вопрос социально-экономичного развития и громадской политической системы Беларуси. В сходе возьмут удел представники разных сфер, разных регионов Украины. Капу все меркования были подчуты, с этой метой разгорнуты масштабный агульно-национальный диалог. Диалоговые плясовки працуют и в Улицком районе. На одной из них пройшло обмеркование экономичной и молодежной тематики. Плясовка отримала назву «Молодь Беларуси. Социальные гаранты и махчимости для самореализации». Молодые люди, которые хотят участвовать в жизни своего города, своей области, своей республики. Поэтому было очень много предложений, связанных прежде всего с механизмами участия молодых людей в принятии важных политических решений для нашей страны. Также касались вопросы и прохождения воинской службы, трудоустройства молодых специалистов, дальнейшее обучение, как получить второе, третье образование, как получить кредит. Но вместе с тем хочу отметить, что после окончания любой из диалоговых площадок все, кто присутствовал, все, кто вступали в полемику, выходили с единым мнением, что все, что было предложено, должно в первую очередь способствовать развитию и укреплению наших стран. «Очень здорово, что граждане личины разных возрастов имеют такую возможность встретиться, обсудить вопросы и какие-то внести свои предложения. И я думаю, что мы услышали друг друга и многие из идей школы предпринимательства, например, почему бы в школах действительно не реализовать и не вести практику работы именно в этом направлении». На данный момент на Гродзенщине, как и в каждом регионе, створен Территориальный организационный комитет по подрыхтовке и проведению 6-го Всебелорусского народного схода. В задачу его удельников выходить подвести выники громадского обмеркования актуальных пытаний у социально-экономичного и громадского политического развития краины и представить их у Республиканский организационный комитет до 20 листопада. Гродзенская область займает ведущие позиции Украине по деятельности большинстве сельско-господарчих предприемств. Основным артыкулом в доходах региональных СВК з'является вытворчесть молока и мяса. Экспортуется такая продукция больше чем на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Поставки ожидаются у Амаль 95 краин в свету. Беларусь, подтримливая курс на развитие аграрной галины, в приватности есть план, когда сягнуть экспортных показчиков на сумму 7 миллиардов рублей. Омеркование перспективы у аграрной политики нашей области прошло на базе Гродзенского аграрного университета за делом министра сельской господарки и харчевания Республики Беларусь Ивана Крупко. Взаимодействие науки, практики должно давать очень серьезный эффект. Перед сельским хозяйством стоят очень серьезные задачи на следующую пятилетку. Увеличить объем производства на 14%. Сегодня мы ожидаем по этой пятилетке, по этому году, удой на корову 5200 килограмм. Задача стоять выйти на 6500, 9,2 тонн молока. Для этого нужны кадры, нужны молодежи, которые будут решать вместе с нами эти вопросы и задачи. Поспеховость развития агропромыслового комплекса Беларуси крыется у многих складальниках. Один из самых перспективных – подрыхтовка высококвалификованных кадров. Такая думка прохудшала на встрече с профессорским выкладчицким складом аграрного университета. У профильной ВНУ освоиваются новые специальности, прогрессивные методы и технологии навучения. Глядится суместная адекватная и навыково-доследшая деятельность с иншими университетами республики и многих замежных краин. В страну сегодня приходит каждый год 9000 молодежи. Это 8-2000 студентов после окончания высших учебных заведений. Массовых профессий – 4000 студентов. И 3000 студентов после окончания средне-технических учреждений. Мы их, во-первых, должны встретить с сельскохозяйственных организаций, дать возможность рабочего места, закрепить лучших специалистов, для того, чтобы молодые специалисты, получив теоретические знания, применили их очень серьезно на практике. От ситуации у агропромысловом комплексе залежит стабильность краины. Основными задачами дальнейших развития АПК на долготерминовую перспективу, по оценке министра, заявляется створение спрояльных умов для працы и життя на селе. Важно на керунок повышение престижу сельскохозяйственных специальностей, что дозволит молодым кадрам замацовываться на местах и продолжать працовную деятельность. Абсолютная ориентованность на такие вынику в силах профильных ВНУ, подсумовал Иван Крупко. 170 оздоровленших лагеров с дённым знаходжением на босинских каникулах будут наведывать около 4 тысяч школьников. С уликом эпид-эпстановки во всех установах эдукации региона, на базе которых размещены лагеры, приняты комплекс мероприемств по профилактике заносу и распространению инфекции. Так, не больше за 15 человек у одной матради, за каждым замоцовано особное помешкание. До того же, работа пришкольных лагерей организована таким чином, как обмеживать массовые мероприемства. Большие занятки будут проходить на свежем поветре. Медицинскими работниками и педагогами ежедневно обеспечивается контроль за состоянием здоровья детей. При рассадке детей во время питания, при организации отрядных и других мероприятий предусмотрено максимальное дистанцирование. В каждом отряде ежедневно проводится работа с детьми по мерам профилактики респираторных инфекций, в том числе соблюдению правил гигиены рук, респираторного этикета. Тяхом восинских каникул упротягивать, працавать в звычайном режиме установы додатковой эдукации, что день для школьников тут пропонуют циковые занятки, майстер-классы, экскурсии в режиме онлайн. Отметно, что с 2 листопада в регионе, как и по всей республице, стартовал тематичный дистанционный лагер, просвеченный теме спортивного волонтерства и олимпийской эдукации. Учащиеся всей страны в возрасте от 14 лет и старше могут принять участие в онлайн-встречах и занятиях по ознакомлению со спортивным направлением волонтерства и продвижению олимпийских ценностей. Работа в таком формате хорошо себя зарекомендовала в летний период. В дистанционной форме был организован областной профильный лагерь «Профстарт». Традиционно в период осенних каникул в области проводится областной конкурс работы следовательского характера по учебным предметам «Хрустальная Альфа». В этом году конкурс проводится в дистанционном формате. И аутопробег за одиную Беларусь объедена у сотни патриотично настроенных беларусов. У колонна автомобиля, упрыгуженная червоно-зелеными флагами, накировалась и со столицы Угродна. После Минска их витали у Иуе, Лиде, Шчучине и Скиделе. Удельники наведали знаковое место Беларуси, прогулялись по славутостях малых городов. На протягу маршрута до колонны долучались автомобили с ближайших населенных пунктов. Финальной кропкой аутопробегу стал Угродно. 300 километров шляху по городах Беларуси – знаемство со славутостями и прохожостями Синявокой. Как отзначили организаторы, акция была узгоднена с мясцовыми органами Улады и проходила употрымку миру и спокою. Дорога до Угродна прошла под лозунгом «За одиную Беларусь». Минавито эту позицию выказывали удельники республиканского автопробега. Все роды автомобилистов и пассажиры у людей разных взрослых профессий. Колонну прохоживали национальные червенно-зеленые флаги, а у всех удельников был добрый настрой. Весь автопробег все единый. Почему? Потому что мы идем от души, без каких-то корыстных целей у нас просто. Мы видим друг друга и да, у нас порыв. То есть мы настолько уже рады видеть друг друга и рады видеть то, что мы есть и нас много. Поэтому мы, конечно, эмоции через край. Когда едешь в этой колонне через всю Беларусь, когда люди встречают в деревнях с флагами, когда люди просто на дорогах стоят со слезами на глазах, это настолько дорогого стоит, я не ожидала. Вы знаете, сейчас чувство патриотизма переполняет, наверное, каждого беларуса. Первый великий город на маршруте – Лида. Тут удельники автопробегу зарабили невеликий припынок, как наведать головную славутость города, историко-культурную спадшин Украины и Лицкий замок. А на кургане без смерти усклали к ветке до вечного огню. Далее – Гродно. На уезде областный центр автопробеговцы спынились о кургане славы, символом ужности и непохисности беларусов, в годы Великой Айчинной войны. Тут была закладена символичная аллея с одноименной автопробегу назвой «Заадзинную Беларусь». У городским парку ускладены кветки, добрацкой могилы, войну и партизан. Потом у всех удельников автопробегу чакала экскурсия. И на этом наш выпуск завершен. Я развитываюся. Усяго доброго. Субтитры подогнал «Симон»!